Вопросы экспертов Сегодня нам повезло, и мы общаемся с Александром Яковлевичем Массовым, доктором исторических наук, специалистом по Австралии мирового уровня, человеком, который более 330 работ научных подготовил, опубликовал по истории связей по России и Австралии. И сегодня у нас есть несколько вопросов, которые я адресую Александру Яковлевичу как человеку, который действительно является лучшим экспертом по этой тематике, и только он, конечно, сможет нам дать взвешенную оценку на некоторые вопросы. Вот вопрос, который волнует, помимо того, что мы освещали тему исследований, начиная еще с Крузенштерна, о посещении Австралии, связях еще 200 лет назад, и о связях в начале века, и в начале этого столетия точно так же. Сами отношения России и Австралии и Новой Гвинеи, нам очень интересны, поскольку у нас фонд занимается вот этим направлением. И в первую очередь, поскольку ваша лекция упоминалась ранее о новогвинейских и австралийских отношениях, хотелось бы узнать, несмотря на то, что Австралия, Новой Гвинеи являлась протекторатом Австралии, она до сих пор сохранила хорошие отношения и является страной, которая во многом помогает папу Новой Гвинеи, независимому государству. Как это сложилось и на основе чего, как вы считаете, они сохранили такие хорошие отношения? Я, с вашего позволения, поделю этот вопрос на две части. Сначала о отношениях России и Австралии, а потом Австралии и Новой Гвинеи, и постараюсь это увязать в конце. Так вот, у России и Австралии отношения были очень ровные до 1917 года. В Австралии появилась русская эмиграция, диаспора русская возникла. Были консулы, которые защищали интересы русских. Потом была в России революция, отношения между нашими двумя странами были прерваны. Эмиграция белая появилась после войны. И тут надо сказать, что русские эмигранты, они внесли очень большой вклад в развитие австралийской культуры, потому что в интеллектуальном отношении они были более, что ли, оснащены культурным багажом. Вот австралийский балет русскими был создан, большой вклад был внесен в развитие театральной культуры Австралии. Австралийцы это знают, они это не отрицают и, в общем-то, и ценят этот вклад. Скажем, художник Данила Васильев, это сейчас почти классик австралийской живописи, это белый эмигрант из казаков, из русских. Дипломатических отношений не было до времен Второй мировой войны. В 1942 году было принято решение установить дипломатические отношения, потому что мы с Австралией были союзниками во Второй мировой войне, вместе сражались с гитлеровской Германией. А после войны, когда началась холодная война в мире, отношения наши были очень и очень неровными. То потепление, то охлаждение. Сейчас отношения относительно ровные, но тоже то вверх, то вниз. Вот в первом десятилетии XXI века интенсивно развивалась и торговля, и культурные связи. Но сейчас у нас со странами Запада отношения сложнее. То же самое происходит и с Австралией, хотя научные связи сохраняются. А вот что касается Австралии и Новой Гвинеи, в 1884 году юго-восточную часть Новой Гвинеи захватила Британия, захватила по требованию австралийцев, которые очень боялись, что в этот регион, который Австралия привыкла считать своим, залезут какие-то иностранные державы. Они таки залезли. И Германия захватила северо-восточную часть Новой Гвинеи, включая берег Маклая, где Николай Николаевич Миклуха-Маклай проводил исследование. Австралийцев это вызвало очень большое раздражение. И после Первой мировой войны, в которой Германия потерпела поражение, австралийцы присоединили к своим владениям и северо-восточную, бывшую германскую Новую Гвинею. И таким образом вся восточная половина этого острова фактически была австралийской колонией. И такой она была до 1975 года. Но когда после Второй мировой войны в мире развернулось национально-освободительное движение, то возникли требования о предоставлении независимости Папуа-Новой Гвинеи. В частности, в 60-е годы, в первой половине, когда Советский Союз развернул кампанию за предоставление независимости колониальным странам и народам, наши представители в Организации Объединенных Наций потребовали предоставления независимости Папуа-Новой Гвинеи, что вызвало большое неудовольствие, соответственно, австралийских представителей в Организации Объединенных Наций. Но никуда не денешься. Пришлось вот 16-го, по-моему, это сентября было 1975 года, Австралия предоставляет независимость Папуа-Новой Гвинеи. Но сейчас времена другие, колониализм осуждается, и у порядочных людей Запада есть чувство вины за колониальное прошлое своих стран. Есть оно и у австралийцев. Поэтому Австралия оказывает довольно большую гуманитарную помощь Папуа-Новой Гвинеи. Это и обучение папуасов в австралийских университетах, это помощь в Организации Здравоохранения, системы образования. Преподаватели австралийские работают в учебных заведениях Папуа-Новой Гвинеи. То есть такие гуманитарные связи сохраняются. И очень хорошо, что сейчас налаживаются гуманитарные связи и научные связи между Папуа-Новой Гвинеей и Россией. Надо сказать, что Россия сразу признала независимость Папуа-Новой Гвинеи. Мгновенно. Это было на завтра после провозглашения независимости этой страны. Сейчас интересы России в Папуа-Новой Гвинеи представляет посол России в Индонезии. Он является послом по совместительству еще в ряде стран Океании. И очень хорошо, что вот ваш фонд начал непосредственные контакты с Папуа-Новой Гвинеей, пока они носят гуманитарный характер. Но ведь следующий этап, вслед за знакомством друг с другом, может начаться экономическое сотрудничество и выявятся какие-то политические параллели, и общее понимание тех проблем, которые стоят и перед нашими двумя странами, и перед международными отношениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в южной части бассейна Тихого океана. Поэтому я считаю, что, в общем, довольно радужные перспективы. По крайней мере, можно смотреть с оптимизмом на будущее отношения России и Папуа-Новой Гвинеи. Спасибо большое. Мы вот начали как раз с вопроса об Австралии, пришли к Папуу-Новой Гвинеи. Я должен напомнить, что в 2018 году был саммит АТЭС. Если мы говорим об экономических ситуациях, то именно этот саммит АТЭС привлек лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И именно тогда, именно в Порт-Морсбе, впервые российская делегация в большом составе под руководством Медведева была там, и были первые переговоры между премьер-министрами. То есть фактически после Миклуха Маклая, после послов, которые представляли, уже приехала целая делегация. Большой самолет и не один. И поэтому увидели, что Папу-Новой Гвинеи действительно развивается очень серьезно. Это не всегда та страна, о которой мы помним из дневников Миклуха Маклая. Потому что, конечно же, во многом ее оценивают и сравнивают папуасов, немножко усмехаясь над ними. А смеяться-то обычно по русской поговорке смеется тот, кто смеется последним. И сейчас, если мы говорим о самом большом острове и самом крупном государстве в океане, это Папуа-Новой Гвинеи, она действительно набирает обороты. И Австралия, поэтому, конечно, очень серьезно помогает им. Вы отметили, что и в области образования они имеют очень хорошее образование, те, которые преподают в университетах. И как вы оцениваете вообще перспективы с учетом того, что Россия настолько далеко находится, это самый удаленный регион, и насколько вообще нам интересно отношения поддерживать гуманитарно и культурно. Не будем говорить про экономические, это уже следующий какой-то этап, мы об этом поговорим. Насколько это нам важно именно, и затагивает ли это нашу историю настолько. Могли бы вы ответить на этот вопрос? Потому что я часто получаю его, ну вот, вы знаете, занялись бы лучше своими деревнями. Что вы показываете папуасские деревни на берегу Маклая? Нет, с моей точки зрения очень важно развивать отношения со всеми регионами Земли. А вот если говорить об океане, то именно с Папуа-Новой Гвинеи. И не только потому, что это гигант по масштабам океанийских государств, а несколько миллионов жителей в Папуа-Новой Гвинеи и Большая площадь, но потому что есть традиции взаимной доброжелательности, традиции взаимоизучения русскими Папуа-Новой Гвинеи. Обязательно нужно их продолжить, потому что в современной международной жизни есть такое понятие, как мягкая сила. Это воздействие, которое располагает к твоей стороне другие страны, воздействие с помощью культуры, с помощью туризма, с помощью узнавания друг друга и взаимной помощи. Южно-Тихоокеанский регион – это растущий регион, его значение в мире увеличивается постоянно. Поэтому, слава богу, у России есть хорошие традиции сотрудничества с Папуа-Новой Гвинеей. Их нужно лелеять, развивать, и для того, чтобы Россия там была представлена, и для того, чтобы к нашей стране лучше относились. Причем дело не только в папуасах и Папуа-Новой Гвинеи, потому что эти отношения могут стать примером и могут во всей океане улучшить имидж России, и сделать так, чтобы к ней будут относиться с большим интересом и с большей доброжелательностью. Поэтому, конечно, нужно продолжать исследование, чего я желаю и вашему фонду новых успехов и новых экспедиций туда. Вы абсолютно правы. Мы столкнулись с интересной ситуацией, когда проводили там уже первые культурные мероприятия, потому что сейчас Папуа-Новой Гвинеи открылся первый российский уголок, так называемый, рассказывающий о российской культуре. Их удивило то, что, оказывается, россияне могут жить в одном городе, в котором может быть температура как минус 30, так и плюс 30. И говорят, вы живете в одном городе и никуда не мигрируете. Для них это было интересно. И, конечно, личное общение очень много значит. Я благодарен за то, что вы смогли это объяснить на том уровне, который позволяет нам делать эту работу не просто исходя из своего личного интереса, а именно во благо того, чтобы укреплялись отношения между народами стран, они узнавали больше друг о друге, ну и о себе тоже. Потому что, когда мы отправляемся в Папуа-Новой Гвинеи и рассказываем о некоторых фактах, которые нам кажутся абсолютно неинтересными, выясняется, что, оказывается, у нас есть много чего интересного, что иногда мы упускаем. Это верно, да. Тогда мы благодарим, Александр Яковлевич, вас от всей души. И вопросы к экспертам вы уже сможете задавать под этим видео, потому что Александр Яковлевич готов будет на них ответить. Благодарю вас за вашу открытость и возможность в вашем плотном графике найти время для встречи с нами. Большое вам спасибо и до новых встреч. До свидания. Всего доброго.